Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Студия Мария Кожевникова. Здравствуйте. В магазины России и Белоруссии поступит продукция с брендом 650-летия Кирова. Об этом рассказали в дирекции по организации юбилея города. В частности, подготовлено 75 тысяч коробок с бананами из Эквадора. На них размещен юбилейный кировский логотип. При этом логотип есть не только на коробках, но и наклеен на каждый банан. Агат Групп, официальный представитель Ассоциации маркетинга и экспорта бананов в России и СНГ и дирекция по празднованию 650-летия Кирова дали старт проекту на производство партии бананов бренда «Дона Елена», символом которого является хорошо известная всему миру русская матрешка в подарочной упаковке с логотипом к празднованию юбилея Кирова, рассказал руководитель дирекции по организации 650-летия Алексей Чепцов. Партия будет приходить в порт Санкт-Петербурга и поставляться на локальный рынок в крупнейшие торговые сети России и Белоруссии. Одна из таких партий уже на рынок запущена. Прокуратура требует признать деятельность пяти алкомаркетов незаконной. Это торговые точки на улице Свободы, 47, Милицейской, 21, Володарского, 140, Советской, 18 и Карла Маркса, 132. На действия сотрудников этих магазинов поступали многочисленные жалобы от местных жителей, сообщили в прокуратуре области. Меры профилактического и административного воздействия не оказали должного влияния на нарушителей. В итоге прокуратура Первомайского района обратилась с иском в суд. Напомню, в Кирове действует запрет на продажу спиртного в магазинах, расположенных на цокольных и первых этажах многоквартирных жилых домах. В эфире «Экономика». 200 миллионов дополнительно выделят на благоустройство парка имени Кирова. Деньги направляет в наш регион правительство России. Распоряжение выделения дополнительных средств опубликовано на официальном сайте правительства. На эти деньги завершат третий этап благоустройства парка. Будут обновлены пешеходные дорожки, зоны у верхнего и нижнего прудов, обустроено освещение и установлены камеры видеонаблюдения. Предполагается, что обновленный парк станет одним из центров празднования 650-летия города, отметили в областном правительстве. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.